На портал Ксгет поступил вопрос. Как, занимая высокие посты, угодить Богу? Элементарно. Надо просто быть христианином. Да, конечно, на высоком посту христианином быть непросто иногда. Но Бог всегда в добром поможет. Просто надо стремиться, будучи христианином, по-христиански поступать, делать добрые дела. Для человека на высоком посту это возможно. Да, я понимаю, что это не всегда просто. Человек не один. Там масса людей других вокруг неё, он тоже на высоких постах, которые свои какие-то стремления. Но Бог и намерен целую. То есть, если человек устремлён к Богу и молится, Бог ему даже в непростых условиях современных поможет сделать какие-то добрые дела. Поэтому чураться в высоких постов христианину, если он к этому способен, если сам промысл Божий выводит на это, не стоит. Может быть, как раз он на этих высоких постах и нужен Богу, чтобы помочь какому-то христианскому просвещению, христианским принципам, христианским действиям в политике, в государственном управлении и так далее. Поэтому христиане никогда не шли в гетто. Христиане никогда не уходили куда-то из принципа. Конечно, понятно, что были катакомбы, когда было гонение страны-государства и в Римской империи, и в советский период, особенно предвоенный. Но сами христиане туда никогда не шли. Они всегда, когда были готовы, они всегда занимали высокие посты. У нас есть и среди мучеников даже вот этого периода гонение стратегии, то есть генералы, римские военачальники. Сам Георгий Пеноносец был один из высших военачальников Римской империи, приближённого императора римского. И так далее. Поэтому здесь как раз можно быть христианином и с Божьей помощью что-то христианское делать. В конечном счете получилось, что даже взять Римскую империю, Константин, сам император, стал христианином в конечном счете. Благодаря того, что вокруг него было очень много христиан, среди воинов, начальников и так далее. Иначе как бы он христианство узнал? Поэтому это такой естественный процесс должен быть. Христианизация государственной жизни через конкретных лиц, которые становятся христианами. А что говорят? Ну, а время такое сложное, как вот быть. Ну, а когда было лёгко, особенно для политиков? Вот Александр Невский. Шёл сложнейшее время. Наверное, сложнее, чем сейчас у нас. Стал святым. Ну, и так много можно примеров привести и из нашей истории, и истории Вселенской церкви, и той же самой Римской империи. Поэтому с Божьей помощью это возможно. Люди, которые занимают высокие посты, они, как правило, не группы. Именно в силу этого они, кстати, и смогли занять этот высокий пост. И они просто должны свой ум направить не только на политический процесс, на карьеру, на получение каких-то материальных средств, а на том числе и христианскую жизнь. И попытки внести христианство, насколько это возможно, в жизнь государственную или ещё где-то. И я знаю, что сейчас корпорации крупные, бывают корпорации, христианин, и он вводит элементы христианства в жизнь своей корпорации. Эти корпорации, которые имеют миллиардные обороты, даже в долларах. И политики есть христианские сейчас, христиане по вере. И они пытаются что-то сделать, насколько это возможно. И вот так она жизнь-то и будет улучшиться. Поэтому спастись можно и на высоком посту.